Здравствуйте, товарищи! Силурийский период начался 444 млн лет назад и завершился 419 млн лет назад. Длился 25 лет, таким образом это самый короткий период в Палеозойскую эру, эры древней жизни, назван он так по имени кельтской племени Силуров. Нижняя граница Силура проходит по появлению в стратеграфических отложениях Граптолита Акидограптус Асценсус и Паракидограптус Приматурус, а верхняя граница по появлению Трилобита Варбургелла Ругулоза Ругоза. Силур – это заключительный этап подготовки большого выхода жизни на сушу. Это последние миллионы лет той повестки дня, так сказать, которая была принята в Кембрии. В Силурийский период продолжает доминировать суперконтинент Гондвана. К северу от него, ближе к экватору, расположились суперконтиненты Лаврентия, Ангарида и Балтика. Между Гондвана и этими суперконтинентами расположились микроконтиненты Авалония и Казахстан. Почти все северное полушарие занимает океан Панталаса, предшественник Тихого океана. Океан Епетус отделяет Лаврентию от Авалонии и Балтики. Между Балтикой, Ангаридой и Казахстаней расположился Уральский океан. Гондвану от Авалонии отделяет океан Рику, а Гондвану от Балтики и Казахстана отделяет океан Прото-Тетис. К концу Силура происходит столкновение Балтики и Авалонии с Лаврентией. Образуется суперконтинент Лаврусия или Евроамерика. Океан Епетус превращается в небольшой залив, а к началу Дивона полностью исчезает. Начало Силура характеризуется продолжением Ольдовикско-Силурийского оледенения. После происходит потепление, однако климат на протяжении большей части Силуры остается прохладным. И лишь к концу Силура происходит значительное потепление. Средняя температура составляла 20 градусов, это на 5 градусов Цельсия выше, чем современная. Что происходило в это время с животным миром? 60% ордовикских видов не перешли чертун Силура. В морях по-прежнему много грауптолитов и трилобитов. Среди брюхоногих моллюска почему-то обладают виды справа закрученными раковинами. Расцвета достигают такие классы иглокожих, появившиеся еще в Ордовике, как морские ежи, афиуры, гласта идеи. Велико было разнообразие брюхиопут. Продолжают процветать примораковины наутилы идеи. И ракоскорпионы. Эвриптерус имеет устрашайшие шипы на ногах. И к концу Силуры некоторые ракоскорпионы обзаводятся легкими и выходят на сушу. В последствии они станут предками современных скорпионов. Появляются в Силуле настоящие кораллы, но пока в середине Силуры где-то. Но пока они живут по-одиночке. Здесь по-прежнему множество бесчелюстных, в частности, можно назвать осно-панцирных. И среди них такой вид привести, как цифаласпис, беспанцирных или анаспидов, у которых был очень слабый экзоскелет. Таких можно назвать бесчелюстных, как гетеростраков, которые появились еще в Кембрии. И галлиаспидов, которые появились в Силуле. Некоторые данные, между прочим, с английского для вас перевожу. Появляются в Силуле рыбы, которых современные исследователи относят к рящевым акантоды или колючка зуба. Названные так благодаря их теодорулитам, шипам, предваряющим плавники. Кроме хвостового служили эти шипы, видимо, для защиты от хищников. У них зубы лишены эмалий, в отличие от современных хрящих рыб, акул и скатов. У акул и скатов зубы происходят с плакоидной чешуей, покрытой эмалью. А чешуя у акантод была гоноидного типа. Появляются хрящи костные лучеперые рыбы, поля низкообразные, с чешуей гоноидного типа, как у современных осетровых. К концу селуры появляется костная рыба, мегамастокс амблиодус, до метра длиной, который считается первым хищником, охотившимся на других позвоночных. Эти данные некоторые идут, между прочим, с украинского, пришлось для вас, зрители дорогие, переводить. Особо следует отметить появившиеся на суше растения. В частности, куксония. У нее были ветвящиеся стебли без листьев, на верхушках которых располагались луковицеобразные спаранги. Куксония обзавелась кутикулой, предохраняющей ее от высыхания. В ее восковой оболочке имелись устица, регулирующая испарение и газообмен. Это было сосудистое растение, которое жило по заболоченной местности. Куксония достигала высоты 5 сантиметров. По всей видимости, жили в селуре псилофиты, достигавшие до полуметра высотой. Но основными, самыми крупными наземными организмами селура были прототоксиды. Гигантские гандыр-грибы высотой до 8,8 метров, диаметром 1,37 метров. Гетеротрофные. Они имели трубчатое строение. В срезах обнаруживают нечто вроде годичных кольцов, колец деревьев. Я упоминал о существовании на суше река Скорпионов. Скажу также, что появились на суше и панцирные пауки. Это тоже с английского, между прочим. От 2 до 5 сантиметров длиной достигали панцирные пауки. Таким образом, к концу селуры можно отметить, что выход жизни на сушу состоялся. Позвоночные уже могли позволить себе охотиться друг за другом. Следом за пионером суши на новую территорию последуют колонисты массами. Наступал Дивон. Век рыб. Век первых четвероногих наших предок. Предков. Век массовой колонизации суши. Все это происходило довольно быстро. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому!